сейчас я вам покажу как с помощью этого ножа и колотушки можно свалить дерево без использования пилы и топора довольно толстую сушину скажем для заготовки подготовки костра по типу надья изготовления укрытия там в каких-то нештатных ситуациях или просто для заготовки дров значит действовать мы с вами будем методом бобра вот данном методе подробно рассказывал роман с канала чернолесье также как и бобер по кругу обтачивает ствол дерева как карандаш также и мы будем с помощью ножа и колотушки снимать слой за слоем древесины пока сердцевина не даст трещину и дерево не упадет для начала необходимо изготовить колотушку лучше всего для этого подходят такие породы как береза дуб рябина все это твердые породы древесины в данном случае я для начала буду использовать колотушку из рябины работа это позволяет здорово согреться в холода поэтому верхнюю одежду куртку лучше снять чтобы потом не вспотеть и не простудиться замерзнуть в тайге нам болеть нельзя я включу секундомер чтобы понять сколько времени затрачу чтобы свалить эту толстую сушину нож необходимо ставить под углом 15-20 градусов к стволу не более не нужно спешите выставлять слишком сильный угол во первых будете тратить больше сил чтобы сбить щепу во вторых вот этот нож конечно маловероятно что сломается но его может сильно заклинить этой же щепой просто не спеша под небольшим углом выставляем нож к следующему ребру снятого слоя и спокойно работаем идем вокруг всего ствола потихоньку стачивая его по кругу когда нож съезжает и не хватает поверхности обуха для удара колотушкой подбиваем его с обратной стороны рукояти и продолжаем работу через какое-то время колотушка приходит в негодность необходимо изготовить новую вот эту заготовку я взял уже из дуба посмотрим на сколько хватит и его и и Периодически проверяем ствол под нагрузкой, дошла ли сердцевина до точки слома. Не забываем и про технику безопасности при валке дерева стоим чуть под углом от места слома, чтобы вовремя успеть отскочить при падении ствол может спружинить и нанести вам травму. На эту задачу у меня ушло 16 минут, но не забывайте, что я снимал весь процесс, и периодически мне приходилось переставлять камеру со штативом с места на место. Я, конечно, ставил на паузу в этот момент секундомер, но иногда забывал это делать, поэтому по факту времени затрачено было меньше. Увы, я не совсем верно оценил высоту ствола. Он рухнул на соседний ветровал, стоящий под углом к земле. Получилось нехорошо. Поэтому, если когда-нибудь вы решите приобрести или отработать навык метода бобра, всегда учитывайте окружение, то есть сектора возможного падения ствола, чтобы не случилось, как у меня. Ну, не беда. Применив рычаг, поддеваем ствол и потихоньку протаскиваем его дальше. Вот с помощью именно этого ножа и колотушки можно валить деревья примерно вот такого диаметра ствола. Это более чем солидно. Такой сушины хватит надолго и для разных задач. Вообще, при каких обстоятельствах вам может пригодиться этот навык? Скажем, на сплаве, при оверкиле или просто утере вашего снаряжения, когда у вас остается только то, что на вас и при вас, и вот вы выбрались на берег, нож у вас в чехле, в ножнах, на ремне, и вот тогда как раз-таки вам первым приоритетом будет это именно добыть, развести огонь, чтобы обогреться, обсушить одежду. Вот тогда-то с помощью ножа и колотушки можно заготовить себе дрова на тот же костер по типу Надья. Этим самым даже, возможно, вы спасете себе жизнь. Поэтому это все не выдумки, ребят, это реальные случаи жизни, и это не какие-то надуманные сценарии выживания, о которых вам так любят рассказывать выживальщики. То есть это все суровая проза жизни. Разумеется, помимо этого навыка, вам также пригодится опыт в добывании, обеззараживании воды, еды, даже постройке укрытия от дождя в непогоду, пока вы ждете помощь. Из поваленного сухостоя ножом и колотушкой также можно нарубить поленца нужной длины. Сам процесс рубки он не быстрый и, конечно, требует немалых физических сил. Разделив ствол дерева пополам, можно воспользоваться сдвоенным или рядом стоящими деревьями. Вот таким образом, зажав ствол между ними, используем принцип рычага и без проблем ломаем дрова в нужном количестве и нужной длины до тех пор, пока хватает самого рычага. Также ножом и колотушкой колем добытый поленца на чурке. Идеальная стружка. для растопки это фактически труд для запала. Я буду использовать труд из собранной травы и этой же заготовленной стружки. В качестве черкаша беру для начала ферроцеревый стержень. Кстати, такие стержни продаются и стоят они вообще копейки. Теперь, ребят, к вам вопрос на засыпку. Зачем вы покупаете себе дорогие огниво там с рукоятками, с черкашами, с кресалами, если фактически можете себе купить просто стержень, который выполняет все те же функции, но несопоставимо дешевле. Но это все туда же, в копилку о маркетинге и так далее. То есть продавцы свое дело знают, все работает четко. Задумайтесь. Прямо обухом ножа пробуем высекать искры с помощью стержня. Вот вам и огонь. По тому же самому принципу можно высечь искру из стали этого ножа с помощью кремня, который также служит отличным черкашом. И сразу я уже, наверное, вижу эти комментарии. Вот, ты ошибся, это неправильно, это все искры идут от самого кремня. Ну, ребята, изучайте матчасти, изучайте сопромат. Твердость кремня, насколько, если мне память, не изменяет, по-моему, семерка. А твердость стали ножей, она несопоставимо ниже, соответственно, именно кремням. И отсекаются мельчайшие частицы от стали ножа, которые в результате этих резких ударов разогреваются до высоких температур. И эти самые разогретые частицы мы с вами и называем искрами, которые при определенных условиях могут подпалить и труд. Очень подробные материалы на эту тему. Правда, тогда я использовал несколько другой нож, но по характеристикам довольно похожий, тоже из высокой углеродки. Эти материалы я уже снимал, причем делал это зимой в низкие отрицательные температуры. Добывал огонь таким методом. Кому интересно, пожалуйста, ссылочку также оставляю для вас в описании. Это вам, ребят, не какое-то там псевдовыживание, а именно отработка и приобретение навыков. Опять же, такие навыки вам могут пригодиться в случае утери или выхода из строя стандартных средств розжига. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!